Всем привет! Вы на канале На Кухне у Цыганочки. Приготовим вкуснейшие булочки Синабоны. Готовятся они проще, чем кажется. Получаются воздушные, вкусные. Корица заполняет своим теплым ароматом весь дом. Готовятся очень просто. Заводить буду сдобное тесто на эти булочки. Для этого я беру грамм 50 сливочного масла. Оно должно быть мягким. Одна треть чайной ложки соли. И пару столовых ложек сахара. Перетираем все это между собой. Не нужно долго замешивать. Просто смешали масло с сахаром. Этого будет достаточно. Теперь добавляем одно яйцо. 250 мл молока комнатной температуры. И все вообще продукты должны быть комнатной температуры. Быстро действующие дрожжи у меня 11 грамм. Совсем забыла про ванилин. Немножечко добавляю ванилина. Это по вкусу и по желанию. Добавляем сюда муку. Добавляем небольшими порциями. И начинаем замешивать. Тесто должно получиться мягкое, воздушное, сдобное и очень-очень вкусное. Булочки эти получаются просто великолепные. Вмешивайте муку понемножку. И у вас должно уйти где-то 400-450 грамм. Накрываем пленкой, полотенцем и оставляем его так постоять в теплом месте. Примерно где-то минут 50-час. Оно должно хорошо подняться. Увеличилось в два раза. Посмотрите, какая прелесть получилась. Такое вот мягкое тесто. Очень воздушное будет. Перекладываем его на стол. Немного его обминаем. Так слегка, так как тесто мягкое, нежное. Присыпаем стол мукой. И раскатываем его в прямоугольник. Толщина теста должна получиться примерно с полсантиметра или где-то 6-7 миллиметров. Получился прямоугольник где-то примерно 30 на 40. Смазываем его мягким сливочным маслом. Масла много не добавляйте, это ни к чему. Так как уже тесто с маслом, а здесь этот слой служит как бы такой связующим таким звеном, чтобы сахар, корица хорошо соединились между собой и с тестом. Здесь край несколько сантиметров оставляю свободным, не смазываю маслом. Для посыпки 4 столовые ложки сахара добавляю 1 столовую ложку полную корицы. Все это хорошенько смешиваем и этой смесью присыпаем тесто. Стараюсь, конечно, распределить равномерно, ну а там уже как получится. Заметьте, здесь край я тоже оставляю от начинки свободным. И сворачиваем все это в рулет. Не нужно слишком делать тугой рулет. Просто аккуратненько вот так вот свернуть в рулетик, но не в тугой. Так как тесто должно подниматься, слои должны быть отчетливо хорошо видны. Здесь тесто подравниваем. И здесь края тоже подравниваем. Сейчас его можно так подравнять, чтобы он был примерно по ширине одинаковый. Булочки я буду нарезать шириной примерно в 2 пальца. Берем острый нож и аккуратненько нарезаем. Слишком не давим, чтобы слои остались красивые и ровные. Если у острого ножа нету, можно взять нитку и отрезать ниткой. Перекладываем их на противень. И вот этот вот край я как бы вот так вот немного его вниз подворачиваю и выкладываем. Выкладываем на расстоянии друг от друга, потому что они у нас сейчас будут растаиваться, стоять, подниматься. Булочкам нужно дать постоять, отдохнуть. Они должны увеличиться в объеме. Это займет примерно 30-40 минут. Накрываю их полотенцем и пусть они так стоят. Духовку нужно разогреть. Я ее включаю на 180 градусов. И за это время, пока булочки поднимаются, духовка тоже разогреется. У меня прошло 35 минут. Они хорошо поднялись, увеличились в объеме. Можно оставить их выпекаться в разогретую духовку 180-190 градусов до красивого румяного цвета. Но всегда, конечно же, ориентируйтесь на свою духовку. Я буду печь примерно 25-30 минут. Пока булочки пекутся, приготовим для них вкуснейшую глазурь. Что за синабоны без глазури. Берем творожный сыр. Я взяла 120 грамм сливочный творожный сыр. Отправляю сюда примерно грамм 20-30 сливочного масла. Оно у меня вот такое мягкое. И добавляю сахарную пудру. 3 столовые ложки. Также по желанию можно добавить немного ванили. Глазурь получается очень вкусной. Вот такая вот однородная. Корица заполняет весь дом теплым сладким ароматом. Очень вкусно пахнут. Получаются очень мягкие. Сейчас мы их проверим шпажкой на готовность. Она должна остаться сухой. И тогда, значит, булочки готовы. Прямо на горячие булочки я наношу глазурь. Сначала понемногу. И даю ей впитаться. Она быстро впитывается в булочки. А потом уже наношу всю оставшуюся часть. Сначала вот такое вот небольшое количество наносим. Вот так. Тесто получается вот такое вот пористое. Посмотрите. Очень мягкое, вкусное. Внизу сахар с маслом смешивается. И внизу получается как бы такая карамель. Только смотрите, чтобы у вас низ не подгорел. Тогда, конечно же, будет невкусно. Посмотрите, какая воздушная, вкусная, мягкая булочка получается. Тесто очень прелестное. Обязательно приготовьте по этому рецепту. Всем приятного аппетита. Хорошего вам настроения, здоровья. Если вам видео понравилось, тогда подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, пишите комментарии. Поделитесь этими вкуснейшими булочками с друзьями в соцсетях этим рецептом. Пусть они увидят, тоже приготовят. А я вам буду очень благодарна. Ну, а мы с вами уже увидимся в следующем видео. Всем пока!